Это утро в Петербурге. Мы продолжаем рассказывать вам о достижениях петербургских ученых. Теперь на очереди 3D-дерево. В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна разработали устройство для объемной печати деталей из древесины. Да, у мастеров Гамса и Чипендейла теперь появились серьезные конкуренции. Это точно. Но очевидно, что эта разработка будет применяться не только для изготовления изящной мебели, а вот для чего еще и как она в принципе действует, спросим у старшего преподавателя кафедры инженерной графики и автоматизированного проектирования Высшей школы технологии и энергетики этого университета Николая Евдокимова. Николай, доброе утро. Рад вас видеть. Доброе утро, Зарина. Один из первых примеров 3D-печати нам продемонстрировал в свое время папа Карло. Он взял полено и выточил из него буратино. Но, насколько нам известно, в вашей технологии цельные куски дерева не используют. Совершенно верно. Была поставлена задача использовать первоначально остатки ценных пород древесины, которые остаются в первую очередь после производства мебели. То есть остается пыль древесная, стружка, опилки. Но и, конечно же, поскольку направление университета раньше было производство бумаги, картона, то и основная древесина для производства, и отходы этой древесины тоже была цель задействовать максимально. Ваша разработка первая в своем роде или из дерева уже печатали? Да, совершенно верно. Вот 3D-технологии или аддитивные технологии, они достаточно бурно развиваются. И данной темой с научным руководителем мы заболели достаточно давно. И, так сказать, буквально во время наших научных исследований как раз и появились уже материалы, которые продавались за рубежом. Это так называемые вуд-пластики, в составе которых есть древесина, мелкая фракция древесины. Вот, соответственно, для технологий FDM данные филаменты уже достаточно давно используются. Дальше мы взяли направление курс на изучение следующих технологий, то есть изучив их в общем, выбрали одну из технологий, ну, раскроюсь разгар, да, байндер-джетинг, для того, чтобы добиться каких-то успехов в области печати древесины. Вот, и в данной технологии буквально перед защитой, да, значит, предзащитой выходят статьи о том, что данная технология уже используется, тоже за рубежом немножко нас опередили. Так вот, что нужно печатать при помощи этой технологии? Вот вы принесли что-то, это уже напечатано на вашей середине? Это детали чего-то. Можно посмотреть? Пожалуйста. Что это такое? Покажите нам, пожалуйста. Значит, изначально мы планировали использовать, поскольку были в постоянном контакте с деревоперерабатывающими предприятиями, в качестве, так сказать, внедрения хотели применить полученный материал, полученный композит для подобной фурнитуры и попробовали, так сказать, выполнить первые эксперименты. И, так сказать, вот первый эксперимент перед вами. То есть это можно использовать в реставрации? В реставрации, например, да, совершенно верно. Кроме того, продолжая работу в данном направлении и, так сказать, в поиске еще дополнительных каких-то, в поиске дальнейшего внедрения в организациях, мы, значит, получили контакт с одной из компаний, которая занимается литойтарой, и для этой компании выполнили несколько печатных изделий, но уже и стандартных пластиков. Потом данные, и, между прочим, вместе с этими деталями, это в данном случае конвейерная лопатка, мы распечатали из нашего материала, предлагаемого из древесины. То есть вот здесь представлены как раз конвейерные лопатки с разным содержанием древесины, вот, процентным содержанием. Вот данные лопатки компания стала эксплуатировать, и каково было мое удивление, когда через некоторое время поступил звонок и спросили, а из чего вы сделали данные конвейерные лопатки, ведь напечатанные по стандартной технологии FDM-печати, да, они сломались так или иначе, или были повреждены. А вот ваша лопатка за счет некоторой вот такой вот эластичности, да, то есть лопатка, соответственно, при увеличении нагрузки просто прогибается, да, и таким образом проскальзывает, да, и таким образом конвейер не приходит в негодность. Насколько затратна эта технология? Окупает ли она себя? Да, вполне. То есть вот... Табуретку можно напечатать? И есть ли в этом смысл? Или все-таки проще сделать ее своими руками? Значит, я думаю, что вот если касаемо непосредственно табуретки, да, то вот из такого материала я бы не стал ее делать, благодаря вот из-за данной эластичности, да. Ножки могут подломиться просто. Просто согнуться, да, вот. В данном случае, поскольку есть некоторая эластичность у материала. Хотя, с другой стороны, экспериментируя с различными связующими, мы получили и более крепкие образцы, которые не гнутся, и, так сказать, они более прочные, более жесткие. То есть испытания мы тоже проводили, образцы, собственно говоря, распечатанных изделий я принес. В том числе вот одно из изделий, значит, в качестве связующего был использован литьевой пластик. Вот, собственно говоря, из-за высокого содержания вот влаги в опилках, все-таки мы получили достаточно пористую структуру. Можно ли напечатать это так, чтобы было внешне не отличить от натурального дерева? Создать такую смесь, скажем? Да, безусловно, можно попробовать имитировать древесину, и это одна из задач, которую мы ставили первоначально. Николай, подводя итог нашему разговору, подскажите нам, будущее за вашей вот технологией, или все-таки она будет таким приятным, хорошим дополнением и настоящую древесину ничем не вытеснить? Ну, я считаю то, что все-таки древесину нужно беречь, потому что это все-таки легкие планеты, это, так сказать, я отношусь к этому как к живым существам, которые позволяют нам жить, да, и мы должны постараться сохранить, возможно, даже благодаря данной технологии. Вот, а данная технология все-таки является дополнением к другим, и, так сказать, дает инженерам дополнительную возможность, дополнительный материал, создать что-то новое, и не обязательно из древесины. Ну, вот древесина дарит нам не только воздух, как легкие планеты, но и прекрасные плоды, которые все мы любим, я говорю о яблоках. Например, яблоки, конечно, и прямо сейчас мы предлагаем вам начать это утро с полезного завтрака, яблочного, записывайте рецепт.